ребят всем привет настал день я иду на аукцион опять же объясню то есть это не сейчас будет не аукцион в обычном нашем понимании то есть это фирма актио одна из крупнейших по аренде спецтехники свою технику которая мне нужна либо когда они обновляют парк они продают сами то есть у них свой отдельный аукцион у них несколько площадок то есть они заранее фотографируют делают осмотр аукционный лист нам привычный ну точнее непривычный там чуть иначе выглядит и все как бы проводит аукцион в городе йокухама йокугама мы привыкли говорить йокухама правильно находится она в то есть здесь нельзя как на привычном как на пример аукционе ара и кенки прийти просто записаться и ходить смотреть технику здесь так не принято доступа на этот аукцион ни у кого нет во первых это портовая зона закрытая не проход проезд туда запрещен ну как бы в эксклюзивном порядке мне пошли навстречу в общем просто сейчас видео носит исключительно ознакомительный характер просто посмотрим что за техника продается какое состояние поднялся ветер не знаю слышно меня нет надеюсь что слышно сегодня прохладно плюс 8 вчера было получше плюс 12 градусов сейчас на шапку буду одевать будем осматривать только ту технику которая интересна конкретно мне то есть какую-то часть буду торговать себе именно на продажу какую-то часть будем торговать на заказ то есть изначально у меня уже попросили список техники которые мы будем смотреть ее подготовят не знаю как что значит подготовят может просто отдельно поставят сейчас посмотрим еще не знаю точно я доверился на определенное время то есть меня ждут всю технику нам покажут вообще аукционы вот такие закрытые и достаточно много в японии есть аукционы дилерские где когда дилер подает технику дилер комат сухи тачика белка у всех свои аукционы как правило они не выставляют на аукционы те же арай они продают сами им проще так просто когда вы уже видите эту технику ту же технику актео или еще какую-то на арах это просто перекупщики то есть они купили на аукционе дилерска и потом уже выставляют на раях попробуем еще посетить аукционы такие получатся наш путь пролегает через набережную достаточно чистая вода сейчас от волнение вчера я здесь гулял вообще водичка прям прозрачная была город и кгама это второй по численности город японии население 37 миллиона человек и 1 точнее не первым самый крупный город порт конечно есть основном листва для самого крупного города порта в принципе очень все достойно красиво у нас когда обычно все таки порт это промзона здесь же парки аттракционы канатные дороги колесо обозрения все очень красиво обустроено не люди порту не порт людям не мешают вот такие два прелестных крана здесь продаются кран паук то есть это уже серьезная достаточно техника здесь есть место оператора то есть не просто рядом идешь а уже конкретно сидишь грузоподъемность этих кранов это что у нас получается маеда да судя по всему грузоподъемность 293 то есть трехтонная стрела как на кранах манипуляторах вылет стрелы сколько у нас вылет стрелы ну вот двенадцати шесть метров да получается вылет двенадцать шесть метров 250 килограмм на полном вылете он может поднять то есть аутриггеры лапы раздвигаются прекраснейшее состояние у этого наработка 1800 часов давайте попробуем его завести сейчас подождем пока потухнет накал долго не тухнет хотя на улице в принципе достаточно тепло но я думаю можно идеально запускается 70 это общий вес крана что еще давайте я заглушил самый огромный плюс что он на радиоуправлении то есть у него есть пульт дистанционного управления вот так он выглядит как на крановой установки вот такие дела то есть представляете насколько удобно то есть не только оператор может но и можно одним работать сразу и строполь щекам и оператора давайте попробуем завести второй посмотреть это территория порта поэтому тут человек сзади стоит смотрит сказал на такой технике все впритык стоит шевелиться нельзя она здесь смотрите табло уже посвежие 2 600 моточасов наработка ну здесь эта техника полностью осматривалась полностью раздвигалась и аукционники прям достаточно такие обширные так что там они сделали что-то надо было сделать накал давайте попробуем накал здесь не автоматическом режиме главное табло запустился так же вот наградки нарисовано 295 и тонна 450 но я так понимаю это от распасовки зависит скорее всего сейчас запасовано на 4 троса это тонна 40 тонна 450 если запасовать на все три ролика будет 6 тросов тогда будет 295 то есть 2950 вот так вот все а ну как давайте там все таки вот прям не не имется так это ход где же у нас лапа 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 лапы прям вот мне очень хочется что-нибудь сделать хотя бы капот посмотреть капот посмотреть вот так вот вот так вот вот так вот и эту надо раздвигать да что ты будешь делать прям все серьезно сейчас попробуем оп вот такой дизель янмарский дизель три цилиндра трехцилиндровый дизель в принципе достаточно мощный ну и техника как бы не игрушечная скажем так уже такой у этого даже 3900 видите вес модель mc305 мc305 c2 давайте назад все соберем чтобы на ходу ни у кого не открылись аутриггеры аутриггеры стрелу поднять присутствует пульт дистанционного управления ну так прям посвежее даже пульт хотя там наработка вроде меньше да вот такой вот пультец с вывозом сейчас кранов в таких проблемах но как говорится нет нерешаемых задач если кому-то прям очень надо я думаю что мы решим эту задачу техники очень много я сейчас не буду все смотреть я лишь сниму видео которое техники которая мне интересна то есть на некоторые мы будем ставки ставить торги завтра я буду осматривать только ту технику которая мне интересна вот катки мне на данный момент не интересно поэтому смотреть я их не буду но учтите что вся эта техника есть она доступна то есть кому надо обращайтесь привезем любую технику просто смотрите сколько здесь экскаваторов сколько всякой другой техники сейчас пойдемте искать следующие интересующие нас экземпляры вот такой экскаватор это кубота rx 505 его мы будем торговать на заказ клиент у нас уже покупал экскаватор 503 куботу с кондиционером причем с этого же аукциона но он покупал из наличия он уже отработал но я не помню 45 лет наверное уже и вот теперь на заказ у нас попросил привезти следующее поколение также принципиально было клиенту наличие кондиционера здесь он где-то там присутствует вот даже испаритель стоит радиатор компрессор сзади стоит 4 цилиндровым двигателем ну опять же у клиента техническом задании было до 2000 наработка но вот за несколько месяцев поисков мы не нашли с наработкой 2000 чтобы 505 кубота с кабиной кондиционером просто вот их не было и все этот с наработкой 4000 но огромный плюс что это аукцион актео как я говорил вот так вот распределитель выглядит то есть ничего здесь не мылась все продается как есть сделана гидроразводка давайте сейчас посмотрим по люфтам по стреле ну-ка давайте ковш заглянем ковш в отличном состоянии но опять же я повторюсь это актео то есть это аренда техники и у них очень хорошо следят за состоянием техники то есть вся техника вовремя обслуживается по регламенту ничего не запускается наработка 3 900 давайте попробуем почти полный бак топлива с и честно говоря работам кондиционер у нас давайте сразу попробуем работает ли он вот по нагрузке двигателя сразу слышно нагрузка изменилась так и сейчас просто шевелиться особо не будем посмотрим просто по роботу люфты ну блин тут стекло грязно немного надавайте ну люфтики скажем так присутствуют но не критичные а подавайте-ка я я тут у нас где-то у нас где-то у нас тут должно быть ну да не шибко на воду помогло конечно ох ты смотрите вот так вот как вам все отлично вот тебе на получше видно давайте еще раз смотрите так в этом и посмотрели люфтики присутствуют небольшие сейчас попробуем стрелу основания покачать я как раз поставила в полу расслабленном состоянии но в принципе вообще нормально вообще не считается так если мы чуть-чуть повернемся в принципе мы ничего не должны задеть давайте чуть-чуть попробуем поворот ну все все нам ясно все нам ясно в принципе состояние полностью соответствует наработке это у нас какой 2012 год пятый месяц тут замечание было по потек масло с бортовой чуть-чуть подтекает но это и фотографиях в аукционнике было все это ничего это не скрывается по второму практически идеал вот здесь небольшое запотевание но опять же это могло быть при смене масла ну хотя нет навряд ли возле пробочки сухо тоже чуть-чуть начинается но это не критично поменять резинку и забыть следующий интересующий нас вариант кабелка sk30ur5 ну стандартный янмаровский мотор 3тмв 82а третья модификация получается масло мы не будем с антифризом проверять так как это все проверялось это все в отчете присутствует перепроверять я думаю смысла нет 2012 год третий месяц целая куча коронок дополнительных на нем стоят сейчас коронки планировочные кофе стоит что стандартный его заводской но так чуть-чуть потертый по гузкам идеал здесь чуть похуже но все равно состояние близко к идеальному ключик кто-то спрятал смотрите везде актео написано работка в экскаватора 3 500 97 600 попробуем накальщик как всегда в принципе здесь янмаровский мотор и ему накал вообще не нужен это вибрирует но скорее всего вот вот это вот часть весы а вот кнопка функция крана когда включается сразу смигал чуть-чуть от едем у нас был так сейчас посмотрим стрелу люфты ну так же люфтики присутствуют в принципе то же самое абсолютно соответствует наработке небольшие у кабелки кто обращал внимание у них вот эти средние части они получается сдвоенное ну то есть двух частей состоит то здесь уже действительно на роботе не по одному пальцу здесь стоит а с каждой стороны по два с одной стороны надежнее но при ремонте чуть больше пальца в тулах так ну что давайте ставим назад тогда его так как стоял сегодня если есть все больше его не трогаем также осмотр как бы ну честно говоря особо и не требуется это я уже для вас снимаю чтобы показать какая техника именно на таких закрытых аукционах очень хороший осмотр как правило аукционе на трех листах очень много фотографий поэтому личное присутствие но не требуется то есть данное видео носят исключительно ознакомительный характер не то что мы там пытаемся найти где что мастер не досмотрел пойдемте дальше следующий интересующий нас экскаватор инмар b36 кусочки на наверно три с половиной четыре три с половиной все таки давайте посмотрим втулки не ну главное втулки до выработки нет скорее всего ездили на перетянутых гусеницах обычно такая выработка когда неправильная натяжка была ну тут ничего особенного расширительно все по уровню дизелек не морский также давайте заведем посмотрим по роботу люфты что было понимание бардачок также коронки три штуки в пакетике это я так понимаю пальцы не пальцы как линии вот эти вот эти штучки здесь также стоят сейчас планировочные давайте ковш глянем состояние уж в идеале принципе по боковым также видно что большая выводка у него насколько помню у него заменят счетчик но там написано в аукционике сколько было до замены я сейчас не вспомнил я вам потом покажу аукционичек ставлю пробуем заводить сиденье вниз уже перешит видно что это не родное ну да вот обслуга видите проводилась 2 800 2 800 моточасов то есть это под 3000 у него было и потом счетчик поменяли смотрим робот ну по роботу вообще нормально ковш болтается чувствуется дали в тес по ковшу есть и основание стрелы тоже по моему болтается до небольшой люфт небольшой люфт есть до основание стрелы есть однозначно его видно все дальше мучить не будем техники огромное количество но опять же вот я отобрал там порядка наверное не помню 8 10 штучек то посмотрим только их что огромный объем техники давайте дальше следующий экземпляр кабелка sk15 sr3 также фирменные раскраски красной имеется разводка гуски сталь с накладками состояние гусок хорошая люфтов нет так вот здесь подтекаете вижу откуда течет пока неизвестно куда сверху да это джойстика скорее всего потому что вот здесь важно ну опять же на к на кабелке это вообще бывает прям часто болезнь течет со штуцера то есть сам рвд целый со штуцера ладно как бы это не критично давайте попробуем запустить с первого раза не получилось также давайте посмотрим стрелу в основании если я думаю что однозначно сколько наработка кстати я не посмотрел наработка 2 700 ну для такого экскаватора это скажем так немало то есть прям в идеальном состоянии по пальцам сумкам он не может быть так давайте теперь посмотрим стрелу основа да этот пальчик хотя вот он не столько качается сколько ездит по пальцу такое чувство что там по бокам шайбы добавить и пока трогать не надо здесь также люфтец присутствует на этом пальчике талия у него раздвигается ну собственно опять же потому как разбито смело можно отработать сезон и потом уже зимой когда будет много свободного времени перебрать неспешно стрелу вот многие спрашивают погрузчики типа бубка вот такой красавец продаются посмотрите какой красивенький экскаватор видите с разбитым стеклом кто-то где-то приложился янмарск кондиционер и о 40 так ну и на сегодня наверно последний экземпляр который нам интересен янмарк св-100 мусочки в идеале грязно конечно также идеал двигатель ну все как новое только в пыли кондиционер присутствует дизелек 4 цилиндра вот так вот все красиво давайте смотреть дальше ключа нечестном сумида сам любезно предоставит ключик мы откроем вы чуть-чуть потестируем самую малость нам главное вот этот палец посмотреть в принципе и все то есть так состояние ну-ка давайте глянем табличка есть о чем она нам говорит что он весит 10 тонн отлично 10 так 10 сиденья родное целое наработку я не помню сейчас откроем посмотрим погрузчики вот такие здесь есть что это у нас в а соответственно коматсу 80-3 3 поколение такой вот 4 цилиндровый дизель турбированный вижу сзади за двигателем стоит вот такой вот погрузчик р.а. что у нас кубота р.а. 401 печка родное сиденье наработка должна быть небольшая давайте посмотрим сейчас я уже газачок закинул на 1400 не обязательно всегда сразу смотреть на наработку всегда по состоянию мы уже можем понимать примерно какая она когда видно что сиденья родного не перешито когда видно что руль еще не заполирован не блестит то есть по каким-то косвенным признакам то есть родная краска родная резина еще заводская видите потрескана уже от времени всегда по косвенным признакам видно родную наработку потому что счетчик мог могли поменять не указать мог просто он остановиться сломаться и перестать работать но как бы по состоянию никогда не обманешь что счетчик счетчиком но когда ты немножко понимаешь в технике хотя бы то обмануть вас уже будет практически невозможно практически так ну сумида сам где-то задерживаться видать ключ совсем далеко засунул давайте посмотрим какие-то болванки здесь ну это порт территория порта видите здесь огромное количество техники здесь не только фирма актива выставляется здесь и другие аукционы есть там новые экскаваторы огромное количество надпись вакита есть такой аукцион вакита на него кстати у нас тоже есть доступ мы с нему торгуем сегодня кстати торги на 3 единицы поставили скрестили пальцы ждем результатов смотрите сколько кранов на базе экскаватора интересных пока нам ищут ключик от янмара давайте пройдемся смотрите в ряд раз-два-три-четыре-пять-шесть шесть штук одинаковых цх29 ну модель говорит нам о грузоподъемности что собственно так и есть 2.9 ну так же как на крайнем полке который мы смотрели 1.45 2.9 то есть в зависимости от распасовки троса меняется грузоподъемность вижу сумида сам идет нам ключ несет а он еще два штуки таких стоит в общем кранов на базе экскаватора здесь хоть отбавляй вышки на базе экскаватор тоже интересный ну подойдем сейчас чуть попозже глянем быстренько так ключик о подошел отлично то есть внутри он говорит ключ есть главное было открыть дверь так смотрим на работку наработка 3000 для экскаватора весом 10 тонн я вам скажу что это очень мало кондиционер как я и говорил монитор очень плохо работает мне кажется да он ошибку выдает не работает включились холостые обороты так ну давайте попробуем что у нас получится ну я даже не знаю как здесь снять давайте попробуем в принципе люфтик присутствует и причем такое скажем состояние на три с половиной балла пальцы втулки ну что-то для такой наработки многовато видать скорее всего мало шприцевали если бы каждую смену его шприцевали как положено то тогда поверьте мне состояние было бы идеальнейшее то есть видать несмотря конечно на акте он у за машинистом видать не уследишь то есть мастер может смотреть механик к примеру контролировать там замену масла фильтров но опять же шприцевание ежедневная пальца втулок это уже на совести самого оператора экскаватора и не все операторы осознательные есть наездники как принципе и у нас также в японии здесь судя по всему на нем работал наездник то есть вроде чуть-чуть смазки есть но опять же для 3000 моточасов при том что он не мытый это мало смазки то есть скорее всего он раз в неделю в лучшем случае шприцевался такие дела собственно все пойдемте подойдем еще вот смотрите какая интересная техника с ума сойти это экскаваторы железнодорожного исполнения для работы на линиях вот точно для работы на железной дороге мы привозили несколько раз экскаваторы именно экскаваторы пух пух тянем и что это переключение гидравлики что-то на что-то меняется все закрыли интересно открыт открыт точно вы просто посмотрите это просто как все выглядит сколько всего заводить не будем просто посмотрим пышка то есть я так понимаю ну для работы на линии где электропровода над железной дорогой натягивают ремонтируют это вот как раз для этого посмотрите состояние какое давайте наработку глянем вот этот главное такое вроде чуть похуже давайте вот этот день вот здесь наработка должна быть вообще просто минимальная вот прям по всему это чувствуется давайте делать ставки так я делаю на больные на сколько же ну тысяча плюс-минус тысячи часов прогадал 309 ну да состояние прям очень идеально чуть много дал им 309 моточасов да это вот на всех таких стоит бензиновый двигатель у него стоит гидро насос маленький то есть даже если у вас дизель основной заглохнет вы можете завести этот бензиновый и у вас худо-бедно он работать будет этот экскаватор ну это вышка да то есть медленно ну вы спокойно можете удалиться с линии железнодорожной вдруг там поезд скоро будет идти у вас дизель основной сломался там еще что-то с ним приключилась то есть всегда стоит аварийный бензиновый двигателек и у него есть полностью привод всю гидравлику он также может шевелить очень интересная техника честно говоря вблизи вот так ну я видел много раз на аукционе попадалось но именно чтобы посмотреть так живую ни разу не видел очень интересно причем привод на колеса есть однозначно обычно с одной стороны но нет здесь я смотрю привод и там и там здесь видите и здесь подходят рукава и здесь подходят то есть он еще и 4вд ко всему прочему прикольная техника ну ладно аукцион актео мы побыли посмотрели поэтому ребята обращайтесь кому что надо все привезем такой экскаваторик смотрите быстренько с ним работка 3-м это часа и марджей 09 прям идеальное состояние новый экскаватор кубота кашну всем кашну всем вообще это очень старая серия это серия 80-х годов давайте глянем на работку а мы ее не увидим все ладно убегаем не будем нервировать людей в общем огромное количество техники все аукцион актео пока до новых встреч двигаемся дальше